Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном городе Куроктианапа, а конкретнее в Джимате. Мы находимся на Пионевском проспекте 10. Сегодня посмотрим Галатео, комплекс малых гостиниц, который работает прямо на берегу моря. То есть вы будете выходить и сразу на пляже. Это очень круто и интересно даже посмотреть такое место размещения. Собственно, я вас приглашаю и обо всем подробно расскажу. Здесь автоматические ворота и есть парковочка. Парковка платная, стоимостью 400 рублей с автомобиля. Вдоль отеля есть тоже бесплатная парковочная зона. Места, как видите, встречаются. Здесь с правой стороны проход к пирсу туристский. Там есть столовая, в которой вы можете питаться. Отель этот без питания идет. Есть небольшой бар, я его тоже покажу. В левую сторону заходим на ресепшн. Сам ресепшн довольно-таки уютный, очень красиво оформленный. Здесь работает кондиционер, есть места, где можно разместиться, а также кулер с холодной горячей водой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей гостинице Галатео. Далее мы с ресепшном попадаем в общую зону. Сейчас будет в такой небольшой вау-эффект. С левой стороны у нас зона для курения, а это внутренний двор этого комплекса гостиниц. Здесь просто такой вау-эффект. Настоящий вау-эффект начнется, когда мы с вами пойдем на море. Здесь, в правой стороны, у нас есть озеленение. Там тоже есть общее пространство, на котором можно посидеть, отдохнуть. Очень красивое оформление. Можете посмотреть, как это все выглядит. Я первый раз, когда сейчас вышел, такой ух, как попал в другой мир, в другое измерение. Поднимаемся по лестнице наверх у бассейна. И здесь имеются шезлонги. Сам бассейн выглядит вот так вот. Можно позагорать возле него. Как раз под спорь, когда море прохладное, здесь дети играют и веселятся. Также здесь есть и анимация, и детская игровая комната. Она работает с 9 до 21 часа. Играют музыка. Здесь вы можете оставить деток. Меются столы, игрушки, набор. Порисовать можно. В общем, все, что вам только может понадобиться для времяпроведения и развлечения своих детей. Это для тех, кто очень любит раскрашивать. Где-то до 7 лет допускается только в сопровождении взрослых. 18 лет с анимационной программой работает согласно расписанию. Внутри здания имеется актовый зал. Вчера здесь проходила дискотека. Для гостей Галатеи зал очень просторный, большой. При плохой погоде здесь также проводятся разнообразные мероприятия. Зал очень большой, просторный. Так что даже если на улице будет плохая погода, вы сможете занять себя какими-то досуговыми мероприятиями с аниматорами. Пятый этаж, номер 307. В номера ведет вот такой вот коридор. С коридора мы видим пляжные территории и море. Заходим в номер. С левой стороны у нас есть холодильник, набор посуды. Свет в номерах включается по картам. Далее у нас место для хранения. В одном отделении у нас полочки. Есть там тапочки. С левой стороны плечики для верхней одежды. И есть сейф. Здесь у нас в коридоре сразу вход в санузел. Коридор отдельно закрывается от двери. Давайте сразу посмотрим санузел. Он здесь просторный. Имеется душевая кабинка, тазик. Далее унитаз, раковина, набор мыльных принадлежностей и подсветка. Также есть полотенцесушитель. Работает вытяжка. Прикрыл дверь, чтобы вы понимали как это выглядит. Но вообще по стандартам так и должно быть. Сейчас просто идет у нас экономия и номера делают без дверей прямые проходы. В комнате у нас стоит большая двухспальная кровать. Это номер стандарт двухместный. Две прикроватные тумбочки, над ними бра и картина. Номер очень просторный, большой, классный, красивый. Ребят, ну честно, по-хорошему мне понравился. Есть стул, такой вот пуфик, будуарный столик с зеркалом. Далее идет телевизор, комод и сверху имеется сплит-система. Выходим на балкон. Балкон в этом номере можно отнести тоже к плюсам. Есть стол, два стула, сушилка и вид на море. А также на территорию к бассейну. Стоимость номера на двоих 4095 рублей. Пишите ваши отзывы, как вам цена. Перемещение по отелю можно осуществлять при помощи лифта. И вот по такой вот лестнице. Также здесь везде санузлы на этажах дополнительные. Вот сейчас мы возле детской комнаты находимся. Здесь раковина и санузел. Мы поднялись по вот такой вот лестнице вверх. И стоим сейчас на балконе. Отсюда вход в номер 207. Выходите, сразу видно вся территория этого отеля. Смотрим сам номер. При входе у нас есть телефон. Свет включается по карточке. Есть место для верхней одежды. Холодильник, набор посуды. С левой стороны находится санузел. Здесь у нас унитаз, раковина, зеркало, мыльные принадлежности и душевая зона. Далее открываем дверь. Заходим в саму комнату. Номер у нас двухместный. С раздельными кроватями. Имеется стол, тумбочка, телевизор. Под ним перекатной столик и сплит-система. С правой стороны при входе есть место для хранения вещей. Наполнение здесь также. Плечки для верхней одежды, сейф, тапочки, полочки. Они все одинаковые. Мне кажется, я уже устал одни девять шкафы постоянно во всех номерах открывать. И показывать. Выходим на балкон. Балкон здесь прямо на море находится. Стол, два стула и море. Стоимость этого номера три тысячи триста тридцать три рубля. Прикольно. Здесь практически также отдельный вход. Вот есть номер 204. Это двухкомнатная полноценная квартира, друзья. Заходим, можно оставлять дверь на проветривание, чтобы вас продувало квартиру морским воздухом. Закрываем дверь и вставляем карту. Включается освещение. Это полноценная кухня. Есть стол на четыре персоны со стульями. Здесь кухня с плитой. Имеется чайник, наборы посуды. Все, что может понадобиться. Холодильник. И по комнатам пойдем по часовой стрелке. Первая комната у нас такая вот большая, с двухспальной кроватью, стул, две прикроватные тумбочки, висит картина. Напротив такой переносной стол. И здесь при входе есть шкаф. Наполнение шкафа, плечики и сейф. При входе есть мебель для верхней одежды и тапочки на ней лежат. Проходим в следующую комнату. Здесь две раздельные кровати. Есть перекатной стол. Над ним телевизор, шкаф, стул. С правой стороны у нас еще одна полочка и выход на балкон. В шкафу плечики для верхней одежды. На балконе, ребят, имеется три стула и дюны. Из кухни у нас доступ к санузелу. Санузел здесь оборудован раковиной, зеркало, мыльные принадлежности, унитаз и душевая. Вот такое. Представьте, как у нас все отельеры хотели себе такие вот построить гостиницы. Я очень рад, что все-таки губернатор нашел себя силы. Там соседнюю гостиницу убирают и больше, надеюсь, таких мест не появится. Чтобы доступ к пляжу был у всех и пляжи наши были свободны от строения. Потому что застроить готовы честно до воды. Говорится, чем ближе, тем потом дороже будут номера. Стоимость этого номера 6250 рублей на четверых сегодня. Дорого и дешево? Пишите в комментариях. Я еще раз говорю, надеюсь, что больше такого появляться не будет. Понятно, что это строилось там уже больше, чем ведется мой канал лет назад. И жалко, что тогда наши дюны никто не защищал от души. Теперь смотрим бар и сходим на море. Спускаемся с общей зоны бассейна. Здесь в тени тоже имеются скамеечки. У меня вот оазис с розами. В юном очень понравился. Даже елочка здесь растет. И совсем немножко поднимаемся по вот такой вот лесенке. Буквально один пролет и мы уже видим территорию всю и бассейн, который здесь находится. Здесь находится кафе, либо бар. Зона самообслуживания, в которой вы можете воспользоваться микроволновой печи. Есть кофемашины, набор посуды. Работает здесь телевизор. Дети здесь приходят, проводят время. Также есть утюг и кулер с холодной горячей водой. Но очень красиво оформлено и можете здесь проводить время. А также есть мягкая мебель. Далее мы отсюда проходим на пляж. Пляж здесь свой. Потому что у вас есть доступ к крышакам. То есть вот мы выходим. Вот они дюны. И сам выход к морю. Между двух высоченных дюн джимоте. Джимоте, кто не знает, он так переводится в золотой россыпи. Нам секунды идти до пляжа. Даже минуты не будет. Потому что пляж вот он. На этой территории вы можете воспользоваться всей инфраструктурой. Здесь есть лежаки, теневые навесы, бар за отдельную плату. Также есть переодевавочки и туалет. Этот туалет можно даже в номер сходить. Настолько близко. Это знаете, с того момента ты пришел, искупался и вернулся обратно в номер. Какое сегодня солнышко, теплое. Море, правда, еще у нас прохладное. Но с сегодняшнего дня оно уже начинает прогреваться. Сейчас мы с вами температуру его узнаем. 36,9 температура. Можете видеть, тут люди отдыхают. И наслаждаются всей этой красотой. Собственно, выходим на пляж. И смотрим по сторонам. С правой стороны у нас перс, почему-то находится. С левой стороны у нас водащий, джиматинский проход к морю. Ну и мы подходим к кристальной, чистой и прекрасной водичкой нашего черноморского полбережья. Манящей и классной. Не хватает только температуры. У нас произошел апвеллинг. Ветер северный сдул. Свои теплые воды. К большому сожалению. Ну, как говорится, тоже плюс. Потому что теперь водичка у нас чистая, классная и прекрасная. Воздух на солнце 37,3. Сейчас зайду поглубже и заберю температуру воды для вас, друзья мои. Людей на пляжных территориях довольно-таки много. Особенно влево и туда дальше. А здесь вы можете увидеть, что эта пляжная территория вообще пустая. Никого здесь практически нет. Для загрузки пик-сезона можете себе представить, сколько будет, допустим, на центральных пляжах людей. Также есть возможность найти плаходики, прокатиться. Либо, допустим, если нужен рынок, то на джемотинском проезде и туда дальше, на туристическом проходе. Все продается. Фрукты, овощи и другие нужные вам моменты. В общем, инфраструктура в джемоте прекрасная. Все есть и за это можно не переживать. Кстати, к водичке я очень быстро привык. Я вчера в ваге купал, там вода была 16. Сейчас посмотрим, какая температура здесь. Стою по колено, температура уже опустилась до 18.3. Давайте еще немножко подождем, чтобы точно уже узнать. 17.8. То есть температура уже практически до 18 градусов поднялась. Так что, друзья мои, это уже хорошо. При северном ветре происходит замена водички. Но море прогревается все сильнее и сильнее. И в скором времени ветра перестанут влиять на наше Череморское побережье. Вы увидели очень интересное место прямо на пляже, которое находится. И будем надеяться, что вам понравилась эта информация. Также хотелось, чтобы в дальнейшем наше побережье застраивалось умно. И таких мест мы, кажется, больше не увидели. Это было очень давно. Все построено с разрешениями, запущено. Но хочется дальше сохранения. Вот такие виды на пляже, на которых, к сожалению, никто не купается. Но люди стараются и заходят уже по глупошим. Потому что водичка на контрасте в 20 градусов действительно обжигает. Солнце 37, а море 17. Вот так мы и живем с вами, ребятки. Но зато чистая, манящая и прекрасная. Ждем вас в гости. И подписывайтесь на телеграм-канал. Вся самая актуальная информация о море с самого утра. И в том числе, когда вы приедете сюда, присылайте ее нам тоже. Будем вам за это очень благодарны, друзья. Приезжайте на море. Самое главное, отдыхайте, друзья. Хочется вам показать еще точку питания, о которой я говорил. Ну и заодно перекусить. Здесь будем кушать за свой счет. Не отель будет кормить ребятки. В правую сторону мы проходим до прохода к морю Туристского. И там есть столовая. Проход многим любим. Видите, как его сделали. Снесли тут дюны. Много коммерции. С левой стороны находится сама столовая с баром и кафе. Вот так это все здесь выглядит. Ее хвалят, это столовая. Поэтому здесь должно быть, в принципе, все вкусно. Вот, можем обратить внимание, сразу девочки ставят. Шапочка. Тут ценам, друзья. Как удобно. Прям можно респектовать за это. Все видно. Все видно. Да, причем больше 90 рублей стоимостью. Очень круто, классно и удобно. Кто постоянно говорят, Юра, покажи, не покажи. Ну, пожалуйста, смотрите, все видно. Хвалятки выглядят очень симпатично. Стоят в холодильнике. Это клево. Больше всего мне понравились красивые шапочки и девочки. И оформление очень красивое. Что вам расскажете нам? Что, по чем? Да. А что там посмотрели? В наличии что? У нас в наличии брикаделька, бугороховый, ладуман, рассолик, соляночку. Соляночку одну, пожалуйста. Ну, так же здесь блюди всякие разные у нас соляня. Грибочки, по-моему. Курочка, рыбка, мясо, красивое. Здесь есть муха-отфугиватели разнообразные. И надо определиться, чтобы поесть на втором. Чтобы тоже было красиво. Девочки наливают суп. Кстати, вот две перчатки. Это тоже очень круто. Две долмушки. Нет. Вот видите, как я делил, в перчатки девочки накладывают. И дальше еще по гарнирчикам разнообразным. Я взял пирожки и долмушку. Или даже плов. Вот это блюдо, думаю, взять, попробовать, не попробовать. Вот так и уделяют. Дальше будем. Рыбка тоже в ассортименте есть. И овощи разнообразные. Далее компотики, напитки, больпичка. Компоты причем разные. Какой-то какао есть и соленья. Местечко это такое называется Эльбрус. И адрес у него Анапа. Джаматинский проезд, дом 12. Ну вот такой обед на двоих вышел 916 рублей. Будем тестировать. Больше всего понравилось, когда я вчера показывал в видеосюжете о том, что ну вот так и так. Стоимость такая. Вышло это на 1300. Там просто объедаловало было на той домашней кухне. Столько блюд разнообразных. Действительно оттуда уползало. Сейчас у меня солянка, пюрешка и две долнушки. Ну с какао, просто говоря. Пускай мы поделим это даже. На двоих в районе 500 рублей стоим. Ну вот. Ценники растут, ребята. Но продукты дорожают. Самое главное, чтобы это еще было вкусно. Сейчас буду дегустировать. Поближе вам попокажу по позициям, чтобы потом все сами разглядели, что сколько стоит. Дегустируем соляночку. Солянка с картошкой. Она не может быть с картошкой, значит это уже не солянка сборная. Ну а просто супчик картофельный с мясом. За 230 рублей. Мясо я тут вижу как минимум три вида. Давайте пробовать на вкус. Есть маслина внутри. И, друзья, вкус радует. Он великолепный. Самый главный показатель. Пустая тарелка. Ну я в принципе и кушать хотел пюрешком. Сейчас время уже по 2 часа дня. Без 7 минут, если быть точным. Пюре. Картофельное, вкусное. Побовариваю еще бы хотелось. Пюре у нас 80 рублей порция. Стоимость. Вообще долнушку будем пробовать. Что-то у меня обычно ложечка не режется. Здесь тяжеловато. Немножко плотноватый листик, но фарш очень вкусный. Слушайте, по кухне, я могу сказать, дорого, но очень вкусно. По крайней мере, это по моим ощущениям. Хотелось бы подешевле, побольше по акции, но вкусно. Долма, стоимость 2 штучки за 190 рублей. Я тоже очень вкусно. Спасибо. Хочу на срезе вам показать, как выглядели долнушка. Он прям мясо-мясо. Честно. Вот по претензии, по вкусам, характеристикам вообще никаких. Очень вкусно. По гречке и по свинине претензий тоже никаких. Все вкусно. И шлифуем киселем. Кисель прям зашел. Сверху пеночка, как в детстве образовалась. Там вкусно. Вам приятного аппетита. Помашите нам ручкой. Спасибо. Теплого моря. Скажите, по еде вкусно вам? Да. А сколько у вас на четверых выходит обед? У нас вот это обычно на 50, у нас на 548. У вас 548, у вас на 1000. Спасибо. А, 604. Ну там крыльца рожает. Вам всего хорошего. Спасибо большое. И хотелось бы добавить еще, ребятки, о том, что зубочисток на столах не хватает. Можно спросить. И столовая Эльбрус на проходе к морю. Вкусно. Чуть бы подешевле. Всем пока-пока. Море для вас по традиции. Ааааааааааааа. Субтитры делал DimaTorzok